На сегодняшний день в школах Тольятти открыто 95 вакансий. 32 места для педагогов начальной школы, остальные для учителей-предметников. Более всего город сейчас нуждается в преподавателе химии и музыке. В 26-й школе постоянного учителя химии нет уже несколько лет. Приходится приглашать по совместительству преподавателей вузов и прибегать к услугам педагогов-пенсионеров. Периодически проблемы возникают и с другими естественно-научными дисциплинами. Всё потому, говорит директор, что сейчас нагрузка по химии, физике, биологии и географии в школах очень маленькая. Учителя не соглашаются работать на одну ставку или же на 11-13 часов, потому что это очень низкая получается заработная плата. А предмет этот основной. И очень многие сейчас ребята сдают ЕГЭ, ЕГЭА именно по этим предметам, как физика, химия, информатика. И подготовка идёт очень сложная. Соскучились в школах Тольятти по молодым лицам. Средний возраст учителей около 40 лет. Вопускники-энтузиасты периодически устраиваются, но задерживаются ненадолго. Зарплата молодого учителя не более 8 тысяч. Они вынуждены добирать с классным руководством, введением кружков групп продлённого дня, то есть часами. То есть не увеличение самой заработной платы, а нагрузки. Для учителя это нежелательно, так как у него нет возможности времени уже для индивидуального общения с ребёнком. С 1 сентября в начальной школе заработают новые образовательные стандарты. Положение учителей станет ещё плачевнее. У нас 3 часа физкультуры, час музыки и так далее. А 2 часа иностранного языка – это всё уходит из учебного плана учителя. Остаётся у него 16 часов на окружающий мир, математику, русский язык, литературу, ну и изобразительное искусство. Доставки не дотягивают, и, естественно, зарплата от этого будет падать. По приблизительным подсчётам, педагог-начальник сможет рассчитывать на 6-7 тысяч рублей при условии, что класс будет набран на 100%. В Тольяттинском департаменте образования обещают, из-за нехватки учителей ни один урок не сорвётся. Особой тревоги чиновники не испытывают. Большое число вакансий считают явлением сезонным. Эти вакансии практически сходят на нет к концу августа. То есть это, в общем-то, основная причина появления этих вакансий. Это не уход людей из системы образования, а такая вот естественная миграция педагогов из одного образовательного учреждения в другое. В скором времени зарплату педагогам должны поднять на 30%. Поможет ли это привлечь школы молодые кадры, покажет грядущий учебный год.